Здравствуйте дорогие коллеги! С вами снова я Юрий Белоножкин. Сегодня я расскажу про профориентационные тесты в онлайн. Я не психолог, не специалист в этой работе, но ко мне обратились с просьбой взять готовые методики и реализовать их в SDO Moodle. Я хочу поделиться с вами этим решением, чтобы вы посмотрели, оценили, как я это сделал. Возможно, кому-то из вас понравится то, что я сделал. Я хочу сказать заранее, что все члены союза профи ДО могут получить от меня копию этого теста, а также в будущем и других тестов безвозмездно. Итак, что я сделал? Во-первых, я с вашей помощью выбрал самый популярный, самый интересный тест. Это тест по профориентации Климова. Я не буду рассказывать его содержание, как там высчитывается итоговая оценка, как там даются рекомендации. Я показываю результат. И обратите внимание на то, что я здесь решил немножко изменить. Я этот тест решил разбить на пять групп, на пять типов индивидуальных особенностей, разбитых по вот этим пяти типам профессиональной деятельности. Вы скажете, почему? Нет ли здесь методики какой-то новой? Нет, методики нет. Это она та же самая. Но, во-первых, психологически, если ученик хочет оценить себя в каком-то конкретном направлении, он может это сделать, не тратя время на все остальные. Или может пройти тестирование по всем этим пяти направлениям. Но самое главное, благодаря именно такому разделению организаторы тестирования получают пять целевых групп. И там могут видеть сразу подборку, рейтинги, списки именно по вот этим укрупненным группам профессиональной деятельности. Вот уже наша ученица, школьница Мария Петровна Демовицкая, условная Демоличность, уже прошла все тесты. И когда мы посмотрим, как это работает, мы сделаем вывод, насколько это сложно. Вот уже попытки были, и вот уровни выраженности уже есть. По методике Климова на каждую группу всего восемь баллов максимум. И дальше происходит уже выдача автоматически этих рекомендаций. Напомню, что это все сделано для встречи с живым человеком, психологом. Компьютерное тестирование – это только лишь подготовительная часть. Само тестирование проходит вот в таком виде. Тут тоже небольшой ноу-хау. Выбирается работа. Один или два. И выбирается, какая из них ближе к тестированному. Он просто выбирает номер. Допустим, так. Если он что-то пропустит, попытается закончить попытку, как известно, Moodle сообщит, ответ не полный, предложит вернуться к попытке. Попытка завершается. Тексты пока я не читаю специально. Они соответствуют методике Климова. Заканчивается попытка. Еще раз Moodle предложит завершить. Завершить, уверены, да, завершить. И вот Moodle выдает ту рекомендацию, которая заложена в методике Климова. В данном случае 38% – это низкий уровень выраженности профессиональных склонностей, типа «человек-природа». И какие-то рекомендации даются в соответствии с этой методикой. Не буду ее напоминать. И так вот по всем группам, по всем группам профессий проходит тестирование. И в результате, когда уже все пройдено, и осталось только лишь пройти собеседование с психологом, чтобы было 100%, можно посмотреть оценки профессиональной пригодности в процентах по методике Климова. Вот так, и самый высокий процент. В данном случае человек – знаковая система. Вот и все. Ну и еще Moodle, не обязательно, но это можно оставить, покажет среднюю оценку по группе. То есть анонимно может посмотреть обучаемые результаты. В будущем, когда будет много людей, еще будет другая аналитика интересная. Сейчас я не буду упреждать, но она встроена также. Можно посмотреть анализ более подробный по сравнению с другими обучаемыми, с другими школьниками. И даже некую предикцию, прогресс посмотреть. Сейчас не буду анализировать, это ли это все готовится у меня, когда будет много студентов по категориям, по баллам и так далее. Это сейчас я не рассматриваю, но уже как бы предвосхищаю. А дальше происходит встреча с психологом, который просмотрит и результаты по тесту Климова, и остальные результаты по другим тестам, назначит диапазон дат и времени, когда он принимает, то ли в оффлайн, то ли в онлайн. Школьник назначает, бронирует встречу с ним. Если что-то происходит вдруг внезапно, можно перенести эту встречу, отменить по каким-то причинам. Но после получения этих рекомендаций психолог ставит отметку, что рекомендации даны. И вот тогда итоговая здесь оценка будет 100%. Вот это полный цикл профориентационного тестирования и выдачи персональных рекомендаций. Пожалуй, все, что можно сказать об этом процессе. Я бы хотел услышать ваше мнение. Если вам интересно получить для себя этот результат, эти тесты, пожалуйста, обращайтесь. Напомню, членам союза профи-ДО я передаю эту разработку бесплатно. Она работает на основе системы Moodle. Спасибо вам за внимание. Жду ваших вопросов, пожеланий. До новых встреч!